Всем привет! Ну, как вы и предполагали, кто-то из вас сделал ставки, что с отпуска я вернусь, и видео станет гораздо меньше, потому что я не отдыхаю, а у меня много работы. Но, в общем, так и есть. На самом деле, мы когда планировали поездку, вообще мы рассчитывали на то, что мы поедем кататься на лыжах. Но, учитывая то, что погода изменилась так кардинально, не так, как была по прогнозам, поэтому у нас получилась такая поездка-прогулка без катания. Хотя мы рассчитывали, конечно, покататься. У нас в январе, вы знаете, два дня рождения. Это у меня и у Руслана, поэтому и эта поездка у нас была запланирована так, что вместо празднования мы просто устроим себе вот такой мини-отпуск. Сегодня я убрала ёлку. Ёлки нет, вот видите. Ёлку убрала, оленя убрала. Всё, праздники зимние заканчиваются. Я поехала в магазин. Магазин экшн мне очень нравится. Мне нужно купить горшок для цветка, надо его срочно пересадить. Ой, потому что он у меня выглядит как-то странно. И мне он не нравится. То есть, вы помните его, какой он был. Вот он. Видите, какие длинные палки растут. И мне кажется, ему нужно пересадить в горшок побольше. Тут вон ещё какие-то начали от него расти. В общем, он какой-то такой неказистый стоит. Надо ему взять побольше. Листы что-то редко растут. Я даже не знаю, как он называется, чтобы посмотреть, как за ним ухаживать. Сегодня жарила курицу. У меня было полкурицы. Я покупала её в Кауфленде. И курица очень похожа на домашнюю курицу. Вообще прям изумительная. Вот это всё, что от неё осталось. Но тут была полкурицы. И мы просто с таким аппетитом на неё накинулись. Вообще. Сейчас покажу сувениры, которые привезла. Значит, это мы купили в Величке. В соляной шахте. Такой сувенир. Нам он понравился. Такой символичный. Это я купила в Закопанном. Вид очень похож на тот, который мы видели. А это вот самый прям красивый вид, который мне нравится. Чтобы были снежные горы, светило солнце. И такие домики стоят. Я прям увидела эту картинку и прям в неё влюбилась. Ну и коллекция пополнилась магнитиком из Кракова у меня. Вот. И здесь у меня есть фотография, где я стою. Возле этого костёла. Смотрите, какой чистый велосипед. Руслан же мне всё помыл. На улице тепло. Короче, я в экшене взяла горячий шоколад. Милене. Руслана взяла попкорн сладкий. Он никак не может найти сладкий, чтобы был. Чё тут я ещё взяла? Какое там, какую сладость. И рамку уже дома покажу. В общем, поеду. В общем, вот эту картину, картинку мы купили в этом. В музее японского искусства. Это 16 век. Ну, как бы сделана фотография. Ой. Вверх ногами. Вверх ногами. И я купила, съездила вот такую рамочку, чтобы Милене привесить. Вот. А может, вот сюда вообще? Нет. Вот сюда? Да. Вот так, да? Всё должно быть гармонично. Вот. А высота какая должна быть? Такая. Такая? Да. Ну, давай, тогда такую высоту. В общем, буду сейчас Милене приделывать. А ну, смотри, Милен, вот так? Да. Значит, гвоздь примерно вот тут. Должен быть. Такой чуть-чуть ниже. Всё. Ай, класс! Да? Всем привет. В общем, едем в электричке с Миленой. Нас пригласила Оля, моя сестра. Сегодня у нас... А у нас, кстати, сегодня два праздника. Сегодня у Милены именины. Кстати говоря. И сегодня Старый Новый Год. А у них традиция на Старый Новый Год. Они всей семьёй делают мясной пирог. Вот. Они нас пригласили. И мы с Миленой едем. Руслан на работе. Он во второй смену с двух до десяти. Короче, вагон пустой. Пока никого нет, я быстро запишу видео. Потому что потом у меня просто нет времени. Ещё хотела сказать. Сегодня я ездила в библиотеку. Она находится в Оссове. Мне надо было взять книжку «Хоббит. Милене в школу». В нашей библиотеке не было. Уже всё разобрали. И мне там забронировали. И я пришла туда и говорю там. Здравствуйте, я с Воломина по-польски. Я говорю, мне зарезервировали книжку. Вот такую-то. Ну и она мне всё, книжку дала. А там девчонка сидела с восьмого класса. Там или седьмого. И спрашивает. Ну, как бы, пани Пшипатки походишь из Украины. Я говорю так, пул на пул. Она такая, что это значит? Я говорю, я с там взросе из Украины. И она мне муви. А, я ей говорю, как вы поняли, наверное, по акценту моему. Она говорит, так, мапа не так и троха акцент. А другая ей говорит, которая книги выдаёт, говорит, что даже поляки имеют такой же акцент. Я говорю, мы слышали в горах, как разговаривали жители местные. Мы слышали, даже мы слышали акцент. И они говорят, ну, в таком разе, пани Можем, уведовшись, скажи, похоже из ГУР. И мне так стало приятно, что мой акцент не такой сильный. Ну, потому что я использовала те слова, которые я знаю. Если я буду читать текст из тех слов, например, из учебника по математике, я очень плохо читаю этот текст. У меня будет сразу понятно, что я вообще тюрка не польская. В общем, мы с Миленой приехали. Мы планировали поехать к Паулу в офис. Оттуда на машине сюда. Но получилось так, что мы с Миленой сели на нужный трамвай, но в другое направление. И я Оле сказала, говорю, Оля, мы вышли. Она говорит, едьте сразу к нам. И всё. Ну, просто что на трамвай. На трамвай пришлось ехать долго. Но ничего. О, самокат стоит. Не то, что не купила, просто не было по-другому и хорошей векой. Ты видишь, что не фоткаешь? Блин, фоткаешь. Снимаем. Фоткаешь, и хватит. Я буду... О! Включай тружки и успокоюсь. Ага. У меня нет. Ну, Господи, что? Всегда нервничать. И так сказать, это всего лишь пирог. Да не... Ну, а я, как ты думала? Ну, это не всего лишь пирог. Это традиция. А, ты как утро? Не, ну так если... Не, я не нервничаю внутри, я нервничаю наружу. Наружу. Ну, лучше нервничать наружу, честно говоря. Оля, салат перемешать, который с огурцом? А, я только раз сяду. А, потом. Окей. Расскажите хоть про традицию вообще. Я хотела написать пост по традиции. Ну, вы пропишите. Хорошо, ну рассказывай. Что рассказывай? Расскажи страйба. Давай я не знаю пирога. Ну, я расскажу традицию пирога. То, что я знаю, потому что я в 84-м году вышла замуж за этого мужчину. И каждый год у него родители пекли пирог. Называется он весной. Ну, как они сказали, что это традиция. Это греческая традиция. Это греческая традиция. Это правильная греческая традиция. Греческая, да. Мясной пирог бабушка еще... Первый кусок дома. Первый кусок дома. Это мясо. Ты чья у нас? Да. Пошире, наверное, может, их режь кусочек, нет? The piece for the house. The first piece, piece for the house. И что с ним надо делать? Ну, потом пока ничего, он должен полежать. Да? The first piece is supposed to be for the house. This year, these pieces for the house. Первый, да, кусок дома, потом по старше столу, в основном по рассуду. Ну, и уже потом к консервностям. And then you cut the cake... Это и главное. Вон твои. Вы не сказали самое главное, что в пироге находится. Да, в пирог кладется копеечка. И кто ее найдет, что будет самочастливее. Самочастливее. Пап, только ты режешь так, чтобы копейки не видно было. А ну, покажи вам. Ну, я так и загадала. Оль, поднеси тарелку. Я загадала для Паула. Вот она, первый раз. Вот она, копейка. Паула, покажи их, кто где. Да, точно, Мурманск. Вот, да, это Лена. Нет, она другая, другая. Смотри, это Ира, это я, это Вика. Это я, это я. Это я, Вика, Ира. Это мой код. Да. Это Ирина, мама. Это мой папа. Это Ирина, брат. Это очень плохо, чтобы видеть. Мы запомнили по одежде, да? Потому что по лицам там уже Паула не видят. Ну. О, на лыжах. Это я. Это... Ой, блин, так весело было, да? Вика, такая отличница. Следующий пирожок у нас. Это я нашла под елочкой. Мне повезло. Еще что-то мне... Мне, кстати, знаешь, чем Оля понравился? У него нету вот этого вкуса сахара, когда ты сладкая ешь. Мне так понравилось. Я бы вот это каждый день ела. Ну. Пожалуйста. А у вас такое есть еще? Есть, конечно. Здесь там ссылка, ты купишь вот 2% стиль. А что это за киво? Ну, этот батончик. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...